Тунец-ртуть В последнее время были проведены десятки аналитических работ, типа риски-преимущества, в которых анализировалось, насколько равноценно по своему влиянию на организм содержащиеся в рыбе питательные вещества с одной стороны и токсины с другой. И вот, потребление рыбы снабжает нас питательными веществами, но одновременно вся рыба снабжает организм также и метилртутью, известным нейротоксином. Чем больше рыбы мы едим, тем больше получаем омега-3 жирных кислот. Но одновременно, чем больше рыбы мы едим, тем больше ртути мы получаем. Ртуть – это еще и яд для сердца. Так что, в то время как омега-3 из рыбы снижает риск сердечного приступа, ртуть в той же самой рыбе повышает этот риск. И вот так подобные исследования рассматривают различные виды токсинов. Лосось содержит меньше ртути, чем тунец, но в тунце меньше диоксинов. Как я уже упоминал прежде, единственный действительно полезный вид рыбы во всем мире будет состоять из темно-зеленых листовых овощей. Когда-то в обычных детских прививках использовался ртуть, содержащий консервант под названием темиризол. Меня всегда удивляли родители, которые кормили своих детей тунцом, но отказывались делать прививку, потому что не хотели подвергать своих детей воздействию ртути. Съесть одну порцию тунца, около половины консервной банки, это все равно, что получить инъекцию вакцины, содержащей темиризол. Как вы думаете, сколько раз? Целую сотню инъекций. Просто одна порция консервного тунца. Конечно же, присутствие ртути в рационе питания может принести серьезный вред здоровью ребенка. Но утверждают, что если мы сократим количество съедаемой рыбы, то будем получать меньше омега-3. Эти исследователи достают свои калькуляторы и подсчитывают, что если в городе размером с Нью-Йорк беременные матери начнут есть много рыбы, потому что омега-3, жирные кислоты, такие как ДГК, крайне полезны для развития мозга, то мы надеемся увидеть увеличение ожидаемой продолжительности жизни детей на 209 тысяч лет. Это так называемые дополнительные годы жизни, скорректированные на ее качество. Но в то же самое время ртуть из той же рыбы может отнять 203 тысячи лет детской жизни. И затем они выполняют математическую операцию вычитания. И оказывается, что польза чуточку выше. И вот мы уже слышим в новостях о том, что медики утверждают, будто преимущества от употребления рыбы превышают связанные с этим риски. Ешьте рыбу! Конечно, в расчетах они не учитывали диоксины и ПХБ, которые склонили бы чашу весов в противоположную сторону. Но куда важнее иное. Зачем вообще рисковать? Получая ДГК омега-3, вы можете приобрести все преимущества безо всяких рисков. Вся польза для здоровья целиком, без сотен тысяч лет жизни с поврежденным мозгом. Ситуация здесь мало чем отличается от молока и кальция. Каждый раз, когда они выпускают очередное исследование о связи потребления молочных продуктов с чем-то плохим, например, раком, болезнью Паркинсона, они вначале говорят, прекращайте пить молоко. Но затем заканчивают статью чем-то вроде «Но следует уравновесить риск рака или диабета, или еще чего-нибудь, с риском недополучить необходимое количество кальция». Как будто единственным источником кальция на планете были молочные продукты. Как вы думаете, а коровы откуда его получают? Из растений. И то же самое с омега-3 жирными кислотами, такими как ДГК. Как вы думаете, откуда рыба их берет? Из растений. И мы тоже так можем делать. Крошечные маленькие растения под названием золотистые водоросли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok